Приветствую всех наших, кто у нас сегодня в реку будет помогать читать красивым русским языком. И вот приветствуем наших зрителей тоже, и очень рады, что приходите в Махон, даже через линии связи, и мы чувствуем, что как-то связаны с вами. Какая у нас тема сегодня, значит, продолжаем большую тему между человеком и ближним, и мы говорили, что это даже может быстрее помочь человеку продвигаться в служении Творцу, чем между человеком и Творцом. Напоминаю почему, потому что между человеком и Творцом, помните, там главный недостаток, что мы повторяемся, те же самые слова молитвы, да, и то есть это может автоматизироваться все. Во-вторых, никто нам не скажет, если мы неправильно делаем, можем делать 70 лет, и то же самое ошибки будем делать. А когда мы или человек, он и ближний, и там это живая, это всегда живая связь, и всегда другое. То есть он попросил, или там что-то для него нужно, что-то помочь, поддержать, или, допустим, разговорами говорили, мы тоже будем говорить про условия. Таким образом, это очень всегда актуально, не повторяется, и другой живой человек всегда будет реагировать. Таким образом, он может помочь быстрее развиваться, стать человеком большой буквы, как говорится, чем иногда заповеди незачательных и Всевышний. Окей. Давайте для начала песню. Знаете песню «Яхот-Яхот»? «Яхот-Яхот» — это «Месте-месте». Слава очень простые. «Яхот-Яхот-Яхот» — «Яхот вместе-месте». Все тебе, Творцу, тебе воспоем, в общем-то, святость, святость, иметься в виду, радость жизни. То есть мы радуемся жизни. Окей? «Яхот-Яхот» 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 «Кулам кедуша леха» «Еш-а-лешу» «Кедуша леха» «Ех-а-лешу» Но можно делать, знаете, как разговор. Вот. Я пою в начале, а отвечайте. Потом я еще пою и отвечайте. Давайте еще раз. «Яхот-Яхот» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok 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 будет у других, во всяком случае, говорить, а вот он такой цадырь, такой правильник, а у него вот есть и другие вещи. То есть следствие из этого, даже из хороших слов, может получиться отрицательным. Более тяжелый грех, злословие, это когда кто-то рассказывает правду, чтобы обвинить другого человека. Не говорится тут про обман. Запрет состоит в том, что он распространяет постыдный поступок ближнего. Наговаривать это когда кто-то говорит неправду, чтобы обвинить другого человека. Ну, я не знаю, если в наших кругах, допустим, или у вас здесь, допустим, кто-то скажет кому-то, вот это наш друг, товарищ, сегодня не пошел на молитву. Он говорит правду, да? Но может быть из этого будут какие-то последствия не очень хорошие, да? А если он скажет, он вообще никогда не ходит на молитву, это наверняка неправда, это уже засловие. То есть это уже наговариваемое, да? То есть надо поделить засловие, которые уже приносят ущерб более серьезный, чем просто сплетничать. Потому что специально говорит отрицательная вещь, а наговаривать увеличивает это дело. И последнее. Есть еще одно определение в Аллахе. Человек, который постоянно злословит. Почти все люди иногда злословят, говорят отрицательные вещи про ближнего. Но есть человек, который любит постоянно наговаривать на других. Аллаха запрещает жить рядом с таким человеком. Тем более не общаться с ним и не слушать, что есть у него сказать. Окей, значит это такое понятие Бала Шунара, то есть человек, это его как будто ярлик. Он есть, который обжор, есть, который пьяница, а вот это он всегда наговаривает на других. Это считается очень тяжелым ярлик. И таким человеком нельзя общаться. Окей, я еще здесь хотел бы добавить только, что мудрецы сказали, что последнее поколение Баруха Шэн кровопролитие очень сильно уменьшилось, а водозора вообще практически нет. Потому что мы даже не понимаем, что такое совершенное божество. И поэтому трудно понять даже по-другому, как служить другим каким-то серьезным, могучим силам. Нам не знакомо это. Это только, может быть, колдуны там всякие, которые этим замешаны. Поэтому это очень редко. Кровопролитие Баруха Шэн тоже очень редко. В Израиле, я не знаю, как в других странах. Кровопролитие? Кровопролитие, то есть убивают другого человека. Часто в Израиле убивают? Нет. Часто? Между собой. Очень редко. Очень редко. Не арабы. Я слушаю все время, кто там и то верит, что у нас от Ахеем или там... Нет, у нас от Ахеем это что-то другое. А, я поговорил больше. Ну, то есть, злоумеленное убийство, это очень-очень редко. Я не знаю, надо посмотреть в интернете, какие цифры. Очень маленькие. И также разврат мы слышим много. Но, к сожалению, в последнее время, там этот раф, там, из насилова, там, или там с мальчиком, и то, все. Это, мы знаем, что текшорет, текшорет это следствие информации, да, это огромный инструмент злословия, который передает информации правильные, неправильные, ну, неважно, даже если неправильные, это лошонара. И увеличивается, ну, я не знаю, невероятно сотни тысяч, миллион раз это то, что, то есть кажется, что уже все тут изнасилуют. Нет, это тоже очень-очень редкое явление, но общество очень чувствительно к этому, поэтому можно из этого делать статьи, сообщения. Вот. А, мудрецы сказали, но зато лошонара, мы все как будто бы замешаны, ну, они выразили это авак лошонара, то есть пил, пил, незначительный уровень, не сильный лошонара, то, что Виктор, он понимает, что такое можно сделать с языком, то есть можно, в самом деле, убить, тоже ребята сказали, но это обычно, обычно люди, мы не понимаем, даже не на таком уровне, что могли так сделать, но у всех практически 99, или на сколько процентов мы говорим лошонара. То есть это наш, наш бит, так мы живем, конечно, это нехорошо, но это точно факт. Окей. Теперь давайте пойдем дальше. Я хочу попросить кого-то, чтобы передали следующее. Спасибо. И потом сделаем феврук, если еще успеем. Ну, если разы или я, вы говорите, все проходили, все знаете, но так как у нас большая тема между человеком и ближним, это, поэтому решили немножко касаться этой темы. Хофиц Хайн в переводе «Кто любит жизнь» рассказывает про рабе Александрии, что когда он прибыл в город, то сказал людям, что у него есть лекарство для того, чтобы человек стал долгожителем. Сказал им стих и стерилим. Стерь язык свой от зла и уста свои от лживых слов. Уклоняйся от зла и делай добро ищи мира и стремись к нему. На этом мы пели прочие, вспомните? И, ага, есть такое очень красивое песо, мы сейчас не будем петь, окей? Один из великих еврейских мудрецов, перед катастрофой, рабе Израиль Мейер из Радин, Беларуси, когда ему исполнили 40 лет, написал книгу «Засловие» и ездил по всем еврейским городам и распространял. Он придал огромное значение теме, не сплетничать, потому что знал, что вскоре избавление народа Израиля зависит от исправления зла в слове. В результате его псевдоним стал Хофицхайм. Он дожил до возраста 93 года. Вот эту книгу вы, наверное, читаете, с раба Ильяму, да? Его имя было Израиль Мейер, но ему дали вот это псевдоним, Хофицхайм, потому что, как мы еще читали, это дает долголетие и настоящую жизнь. Кстати, про него интересная вещь я расскажу, я расскажу вам, это все год мы рассказываем. Он потерял жену свою, ему было около 70 лет, наверное. И полагается жениться, да? То есть человеку нельзя остаться одному, неправильно остаться одному. Ну, и ему предлагали наш дух. И между многих, там, значит, ему поравилось, молодая женщина, 35 лет, ему было 70. Так эта женщина очень оценивала его, потому что он был великий мудрец того поколения, не вообще многих поколений, и поэтому хотелось ей, в общем-то, видеть за него замуж, но он видит, они общаются, но видит, что она, в общем-то, сомневается. Ну, он говорит, женщина, я понимаю, женщина, я понимаю, что вы сомневаетесь, конечно, между нами очень большой возрастной разрыв, но я вам могу вам только сказать, обещать, у вас все будет. Вот это он сказал, у вас все будет, не волнуйтесь. Так ее, значит, поженились, у них, в самом деле, были у них трое детей, она была счастлива с ним, и еще рассказывает про Сукот, один рассказ про него, что, значит, он стал строить Сукку, ну, он уже был, пожалуй, в возрасте, я не знаю сколько, 80-80, за 80. И, ну, там доски, знаете, как Ашкиназы строит, доски там всякие. В общем, это физическая работа, он почти закончил, с женой выходит, у них, наверное, был такой деревенский дом. Он говорит, ты знаешь что? Мне кажется, это не очень подходит. И мог бы ты сделать вот это на другом, на другой стороне. Ни слова не сказал, все, разобрал, там, это тоже работа, и построил это самое там. Сукру тоже поработал там пару, часик, пару дней. Она выходит, проверяет. Вау. Семьи говорит, я вижу, и теперь я вижу, что ты был прав. Там был лучше, где ты начал делать. Сделай, пожалуйста. Ну, так он, без слов, он забрал и сделал там, на первом месте. Третий раз, да? Третий раз, и они жили, как голуби, как говорится. Голуби, которые хорошо жили. Окей, это про Хафет Схаин, любящий жизнь. И в самом деле он стал, он жил до пожилого, чем возрастом. Когда нужно рассказать плохие вещи про знакомых? Основной принцип, когда другу хотят причинить ущерб, можно ему рассказать об этом. Например, Ревен и Шимон хотят совместно делать общее дело. Причем Леви, знаем, что Шимон бывает, что обманывает своих товарищей. Если Ревен спросит его о Шимоне, он должен ему об этом рассказать. Но важно, чтобы Леви не преувеличивал. А если Леви известно, что Шимон на деле таки собирается обдурить Ревена, Леви обязан сообщить об этом Ревену. Опять важно, чтобы Леви не преувеличивал. Окей, значит, чтобы было понятно, значит, два знакомых, Ревен и Шимон, хотя дело как-то общее дело, там, по-видимому, есть и интересы какие-то, тоже финансовые, бизнес, да. И теперь Леви, он знает и Ревена, и Шимона, и он знает, что Шимон не совсем всегда. Он, скажем, мягко говоря, у него интересы свои иногда преобладают, интересам товарища. И поэтому, говорит, он теперь вопрос в том, или он должен сказать Ревену, да, что ты, это самое, ты не делаешь с ним бизнес. Значит, оказывается, нет, он не должен сказать, но если, потому что это только подозрение, это 100%, никто не знает, что будет, может быть, чем он делает, это чувак, во всяком случае, но если Ревен спросит, он должен ему сказать, что да, тут есть, вот, были случаи, и поэтому ты будешь осторожным, и это не называется злословие, потому что для пользы, чтобы человека не одурить, 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 окей? Но, если по ходу дела, уже делали бизнес, и он, оказывается, что он услышал Леви, он понял, что, чем он, да, делает какие-то махинации для себя, тогда он сам должен идти и сказать Рувену, и это очень даже митцва, в данном случае, никакое не лошонара, это будет очень важная, положительная митцва, и при этом мне надо думать, подожди, что я продаю человека, или что-то такое, потому что он делает, тут выправляет справедливость, окей? Но тут, обратите внимание, два раза подчеркивается, что Леви не должен преувеличивать, пускай все-таки Рувен решает попытаться быть объективным, окей? Да, Виктор? Итак, об этом писал Хофицхайм, если люди могут помочь в случае воровства обмана, правильно рассказать об этом, и даже если в данном конкретном случае люди не смогут помочь, но в результате рассказа люди одолятся от нечистых поступков в виде отрицательной реакции общества, может быть, даже тот человек, который делал зло, изменить свой путь, услышав, что окружение осуждает его поведение, это тоже не входит в нам безусловие. Окей, то есть иногда, иногда ты понимаешь, что ты даже расскажешь, это не поможет, да? Зачем тогда рассказывать? Тогда не стоит, в принципе, рассказывать. Но оказывается, что, чтобы создать общественное мнение, да, против нехороших поступков, да? Если мальчать, иногда бывает, ты мальчишь, вот это зло нарастает. Иногда надо сказать, что вот это был какой-то поступок, кто-то очень подло повел себя, и тогда, в общем, ты формулируешь общественное мнение, и это, я не знаю, как было это самое, тысячу лет назад, вовремя Танаха, не очень волновало царей, там, всех, что люди думают, да? Убивали, хопши-то свободно, что делали, забирали, там, все, что им надо было. И не это сами считались вообще мнением других. Сегодня это другое. Сегодня даже политики, хотя делать что-то очень интересные, там, делать зло, но очень считаются с общественным мнением. Поэтому, как раз политики и текстуры, то есть, все свои информации играют на это, на общественное мнение, потому что это очень люди, дают большое значение. Конечно, сегодня тоже есть такие, которые не волнуют ничего, но, что люди думают, как реагируют, но рано или поздно эти люди остаются одними. Окей. Ребята, теперь Герута, спасибо большое.